Приветствую вас. Проблема, которую вы описываете, проблема со вниманием, она достаточно многогранна, она довольно широка, и вот так, на основании того, что вы написали, и охарактеризовать ее, и понять причину, и дать вам рекомендации того, как с этим бороться, представляется достаточно сложной задачей. И вот почему. Дело в том, что проблема с вниманием может быть как следствием физической травмы, как следствием нервного переживания, как следствием каких-то мыслей, существующих у вас и, соответственно, отвлекающих, как следствие ваших способностей, объективных способностей к усваиванию, скажем так, поступающей информации. И здесь для начала нужно сказать так, что внимание, как и любая способность, нуждается в тренировке. То есть, для того, чтобы вам тренировать свое внимание, нужно соблюдать несколько достаточно простых, но в то же время сложных, и вы поймете почему правило. Во-первых, то, что вы изучаете, то, что вы смотрите, то, что вы воспринимаете, должно быть вам интересным. То есть, необходим мотив для того, чтобы быть заинтересованным в познавании материала, который вам поступает. Если этой заинтересованности нет, то, соответственно, вам неинтересно, вы начинаете скучать, у вас распыляется внимание, вы не знаете, как бы для чего вы это делаете, соответственно, перестаете следить за мыслью, за повествованием. Поиск мотивов, поиск в достаточной степени уважительных причин для того, чтобы воспринимать информацию, чтобы концентрировать на этом свое внимание, является главным свойством, главным условием для восприятия для восприятия. То есть, то, что вы воспринимаете еще раз, должно быть вам интересно. То, что вы наблюдаете, усваиваете, желательно испытывать к этому живой интерес и понимать самое главное, для чего вам это нужно. Вот школа, школа с ее многогранными достаточно предметами, вполне вероятно не представляла для вас какой-то интерес. Ну вот, например, видео, которое я вам записывал при ответе на платный вопрос ваш, вы посмотрели, вы сказали, что я там все разобрал, значит, вас это волновало. И вы, и вы, видео было не коротким, вы его посмотрели, вы поняли все, что я вам сказал. Вы воспринимали информацию так, как нужно. Почему? Потому что была потребность у вас в том, чтобы забрать проблему, да? И, безусловно, был еще один фактор. Этот фактор, мы здесь все-таки, люди взрослые, давайте говорить откровенно, это фактор деньги. Вы пришли на сайт, вы заплатили деньги, вы опубликовали свой вопрос, и вы, соответственно, хотите получить результат. В психологической практике, в психологической науке, вот это вот, этот феномен, феномен, когда вы платите за помощь, называется феномен ценности. То есть, ценность того, что вы получаете. Для сравнения попробуйте, вот просто можете попробовать, конечно, это вам будет чего-то стоить, но это исключительно на ваше усмотрение. А для сравнения попробуйте, ну, попросить услугу на бесплатной основе, да? И получить ее, эту услугу. И на платную. Согласитесь, та услуга, которая будет на платной основе, она вам будет более важной. Цена, и вы более близко воспримите ее к сердцу, как бы, ближе воспримите ее к сердцу, да, чем бесплатную. То есть, самое естественное. То есть, когда соблюдаются условия, вы что-то отдали, вы хотите получить, вас волнует тема, вы это воспринимаете. Вам это интересно, это давать еще и вы терпейшие моменты. То есть, вопрос стимула мы постарались обговорить. То есть, понятно, да? Для этого нужно, чтобы у вас был живой интерес к тому, что вы воспринимаете, к тому, что вы познаете. Если живого интереса нет, соответственно, нет стимула для того, чтобы познавать новый материал. Потому что процесс познания, он трудоемок, как бы сказать, требуется усилие для того, чтобы познать новое, осознать новое. И на то, чтобы фокусировать свое внимание, нужно также усилие. То есть, и здесь мы переходим плавно ко второму моменту. Это момент, связанный непосредственно с фокусом внимания. Внимание можно определить, как некую такую сферу. То есть, представьте себе, круг, достаточно большой круг. В этом кругу, представьте себе, есть другой круг, поменьше. И вот этот круг поменьше. Кто-то находится в нем, это и есть фокус внимания. В этом фокусе и за его пределами существуют элементы, которые присутствуют в вашем сознании. Одновременно в сознании могут быть шесть или семь плюс-минус два элемента. Про элементы внимания мы говорить не будем, это сейчас не важно, это довольно сложный материал. Но факт тот, что человек не может удержать в своем внимании больше шесть плюс-минус два элемента. И это означает, что если вы смотрите фильм, читаете книгу, слушаете лектора и при этом стараетесь еще долго думать о чем-то. То есть, вот есть что-то, да, что вас отвлекает. Естественно, у вас не получится. Если в этот момент вы еще делаете что-то, допустим, руками или там, не знаю, скажем, пьете, как бы да, или что-то еще, то это еще больше и еще сильнее усиливает эффект расстреления. Соответственно, первое, что нужно вам сделать, это проанализировать вот сферу внимания на предмет элементов и постараться, если у вас есть проблемы со вниманием, постараться эти элементы устранить. То есть, очистить ваше внимание от всего лишнего, так, чтобы остался только основной предмет, который вы познаете. Как же, спросите вы, очистить свое поле внимания от предметов, от элементов лишних? Ведь они, эти элементы, постоянно норовят попасть в поле. Они постоянно норовят отвлечь вас от главного предмета. И для этого нужна тренировка. Внимание, тренируемся так же, как и любая другая способность, как ловкость, выносливость, сила. И внимание нужно тренировать. Начиная с малого, начиная с простого. Для начала, давайте возьмем, скажем, листок белой бумаги, листок чистой бумаги, без каких-то на ней изображений, рисунков или надписей. И положим ее перед собой. И далее, попробуйте в течение хотя бы десяти минут уделять свое внимание только этому листку бумаги. Думать только о нем. Ничего другого не допускать свое сознание до тех пор, пока не пройдет время. Десять минут, десять минут. Или пять с начала минут. Если сложно, можно одну-две минуты. Но постоянно нужно развиваться. Постоянно нужен прогресс. Далее, когда это у вас получится, а это получится с тренировкой. Время нужно улучшать, увеличивать его. Примет можно тоже брать посложнее. Например, стакан с водой. Например, какой-нибудь фрукт. И главное, не допускать никаких объектов, элементов во внимание, пока вы думаете о одном предмете конкретном. И вот это послужит для вас тренировкой того самого, той самой способности, которая нам нужна для восприятия информации. Для того, чтобы облегчить вам задачу, чтобы усилить эффект при, скажем, домашнем, при домашнем восприятии информации, можно делать какое-то сопутствующее действие. Создавать фон, например. Допустим, вы собираетесь тренировать свое внимание и включите перед этим музыку. Музыку лучше выбрать тихую, ненавязчивую, монотонную, но что она была. После двух-трех раз создания таких условий, при включении этой музыки, вы уже будете чувствовать некоторые изменения в вашем сознании. Вы уже почувствуете готовность к тому, чтобы сфокусировать его на каком-либо объекте. Конечно, музыка с одной стороны поможет, с другой стороны создаст привычку, поэтому больше пяти-шестых раз я бы не рекомендовал вам использовать фон, потому что все-таки нужно не зависеть от внешних факторов. Ну и отдельно нужно сказать, это к вниманию относится постольку, поскольку отдельно нужно сказать, что для очищения внимания, для сведения к минимальному уровню отвлечения, нужно анализировать то, что вас волнует, мысли, которые к вам приходят во время, скажем, просмотра фильма или чтения книги. Почему вы отвлекаетесь, потому что наравне с ненужностью принимаемого материала, вы еще к тому же ощущаете нечто, что вас беспокоит. Вот это, что вас беспокоит, нужно устранить. А для начала это осознать, понять причину беспокойства. Соответственно, если это что-то тревожное, то получить опыт, обогатить свой багаж. И тем самым устранить раздражающий факт. И после этого у вас восприятие будет идти по прогрессивной шкале. На этом можно завершить рассказ о внимании, о восприятии и сказать, что если предложенные средства вам не помогут, то может быть, как я уже сказал, органические повреждения головного мозга, отвечающие за отдел восприятия. Тогда вам необходимо обратиться к врачу и, соответственно, пройти обследование для выявления нарушений и, может быть, последующего его устранения. На этом все. Спасибо, что обратились. Надеюсь, помог вам. Если еще какие-то вопросы появятся, обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...